Добрый день! Я немножечко хочу вам рассказать о термальных ваннах с природной водой, в которых очень много полезных. Эта вода очень мало отличается от обыкновенной пресной воды. Если в наши минеральные воды мы когда едем или просто покупаем нашу минералку, то мы чувствуем вот эти соли, которые в ней присутствуют. Несмотря на тот список, который оглашен в этой воде, потому что постоянно следят за водой, она на самом деле не меняется, на вкус она практически эти соли не чувствуется. И поэтому здесь не создают специальных кружечек, как у нас в минеральных водах, для того, чтобы пить минеральную воду и не разрушать зубы. Вода такая идеальная, что она приносит только пользу вашему организму. Причем очень много полезных свойств в этой воде есть. И она помогает и желудочно-кишечный тракт улучшить работу, и нервную систему успокоить, и костно-мышечную систему привести в порядок. Перед вашими глазами проходят сейчас старые фотографии, которые я смогла нарыть в интернете по поводу того, что уже на самых ранних этапах становления этой здравницы с несколькими ваннами и отелями, в которых можно попринимать ванны с минеральной водой, они сразу на начальном этапе сделали то, что мы почувствовали на себе. После того, как вас помыли в минеральной воде, отмочили и помыли, вас заворачивают в горячие полотенца, а на лицо кладут полотенце холодное. Оно безо льда, но оно вот холодное-холодное почти как будто бы его изо льда только достали. И ощущения, конечно, великолепнейшие. После этого, после того, как вы полежите в ванне, полежите в горячих полотенцах, вас, кстати, вот сейчас появилась как раз перед нашими глазами ванна, я так понимаю, что это прародитель сегодняшних джакузи. И я не знаю, хорошо ли вам тут видно, а я-то наблюдала с удовольствием. Здесь две трубы. Одна труба в два раза шире в диаметре, чем другая. Она подает воду в этот механизм. А из более узкой трубы вода подается под большим напором в эту же самую ванну. И несмотря на то, что струя одна-единственная, вода бьет с очень большой силой. И я отмассажировала абсолютно все тело. Все ножки, ручки, животик. Все смогла повернуть так, чтобы эта водичка меня промассировала. Мне даже кажется, что вот этот аппарат дает более мощную струю, чем любые наши джакузи, в которых я была. Они однозначно соревноваться с этим аппаратом не могут. И в нашем отеле не меняется оборудование для того, чтобы все оставалось так, как оно было на тот период, когда эта гостиница была открыта. Очень бережно относится к истории. Сфотографировать мне и сделать видео внутри не позволили. Ну, я вот нашла фотографию. Вот тут кто-то лежит в этих полотенцах, в современном уже здании. И мы точно в таком же лежали, наслаждались. Все наши четыре красавицы в женском зале, мужчины в мужском зале. И это, конечно, настоящее блаженство. После того, как вас развернут, вас отправляют в душ Шарко. Шарко, надо сказать, рядом с российским близко не стоял. Я думаю, что это продиктовано тем, что американцы очень боятся навредить. И наш Шарко, он такой мощный, что сбивает буквально с ног. Здесь Шарко такой поглаживающий. И у нас его делают двух видов. Можно вот в кабинке постоять под струями очень мощными. А можно прямо попросить, чтобы вас со шланга этим Шарко побили. Если есть какие-то проблемные зоны, и русских нисколько не беспокоит то, что может остаться синяк. Американцы боятся, что их засудят за то, что вот к ним отнеслись не так. Американцы, по-моему, больше всего любят судиться. Поэтому они лишают себя многих удовольствий. И после Шарко нас повели на массаж. Вот здесь вот массаж я нашла, картиночку, которую делают буквально на открытом воздухе. Нас делали в специальном повещении. У каждого была своя кабинка. И я еще раз убедилась в том, что мне нельзя не только не осуждать, а даже обращать внимание на те детали, которые могут быть осуждены. В частности, перед тем, как нас пригласили на массаж, мы сидели в очень удобных креслах и ждали, когда наш специалист придет. А за столом сидела огромнейшая женщина, она молодая. Я так думаю, что ей лет 30-35, не больше. Но она сидела так, потому что иначе не могла сесть. Она широко расставила ноги, и ее живот спускался между ног, ниже ног. Вот когда они стоят в положении параллельно полу, этот живот опускался ниже. И я девчонкам всем сказала, девочки, мы же по очереди подходили. Девчонки, обратите внимание, какой она накормила животина. И когда массажисты приходили и забирали наших девочек, именно она встала из-за стола и повела меня массировать. Я говорю, ой, мама, вот я себе накликала. Вот это я себе накликала, она же меня будет массировать. Я не против, что меня массирует человек очень большой, но ей было настолько тяжело подниматься даже по лестнице с таким животиной, что, естественно, и массировать меня у нее сил не было. Она массировала так, что укладывала живот рядом со мной, и я просила ее меня мять посолиднее, посерьезнее. Но у нее сил нет. Она едва-едва дух переводила. То есть есть вот такие огромные американки, которые встречаются. Я не знаю, зачем они так много едят, если они даже работать не могут. Не то, что жить нормально. И, как правило, эти люди очень рано умирают. Для меня это был еще один сигнал. Галя, тебе уж кому-кому, а тебе точно никого осуждать нельзя. Вот те, кто себя уже натренировал, что ваше желание моментально исполняется, то они исполняются во всех отношениях. Здесь я вам поставила кадры, когда воду набирают из специальных кранов, где течет природная вода. И когда мы по улицам бродили, я там вечерний, когда ночной город показывала, я там тоже вам показала под грибком такие вот краники, где люди набирают просто в кружку воду пьют или берут с собой вот такую вот минеральную воду домой увозят. У нас в магазинах продается вода из этих источников. Она называется Азарка. И мы ее когда-то брали. Я никогда даже не догадалась, что это минеральная вода, потому что я уже вначале сказала, по вкусу она нисколько не отличается. Но поскольку мы там были, то мы и пили эту воду, несмотря на то, что я всегда, когда еду, я привожу с собой свою воду, которую я получаю из японского фильтра, чтобы она у меня была. Я эту японскую воду не пила. Я пила минеральную воду. И на обратную дорогу я набрала целый вот этот вот галлон, чтобы домой привезти. Причем я сказала, что в нашем отеле вода текла минеральная прямо из всех кранов, не только из того краника, который я вам показала, когда делала экскурсию по нашей гостинице. И это было очень приятно. И душ вы получаете с минеральной водой, очень лечебно. И в ванночку свою можно прилечь, что было, конечно, великолепно. То есть, если у вас есть возможность поехать в Арканзас, то вы можете погуглить. Я когда искала все вот эти картинки, я набрела на такую информацию, что даже русские организовывают туры в Арканзас. И цена очень приемлемая. На 11 дней я нашла 900 и 990 долларов. То есть, причем включены и завтраки, и не то обеды, не то ужины. То есть, цена очень приличная. Мы съездили подороже, потому что мы ехали на Новый год, и мы покупали пакет. В наш пакет входило две ночи, два завтрака, и вот тот прекрасный ужин, который я вам покажу, может быть, уже сегодня или завтра. И наш билет стоил 630 долларов на два человека, на комнату с проживанием из двух человек. И мы нисколько не пожалели, что эти вот два дня, проведенные в таком прекрасном месте, на пару обошлись в 1000 долларов, потому что мы очень вкусно еще ели и на улице. И я вам покажу одно кафе, которое я не хочу, чтобы вы пропустили, когда поедете в Ход Спринс Арканзас. А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok